друзья мои дорогие всем здравствуйте на самом деле огромное заблуждение такой серьезный стереотип думать что нарцисс или нарциска это супер уверенный в себе человек это супер такой счастливый человек который всегда четко знать чего хочет просто вот идет по головам по верхам и получает от жизни сплошную радость сплошные удовольствия до идиоты по головам и по верхам и обманывает и постоянно меняет маски подстраивается много чего делает но внутри очень много неудовлетворенности очень много страхов есть вот этот самый страх стыда то есть страх разоблачения и отсюда вот эти вот все странности какие-то неадекватные реакции нарцисса когда человек обижается на ерунду когда от вас требует какую-то любовь от вас требует какую-то мудрость когда просто уже из последних сил продолжает пачками добавлять себе народ в свои свиты и гаремы это все обусловлено тем что огромное количество пустот огромное количество слабых мест в нарциссе у меня на канале есть запись эфира будни нарцисса вот так оно и есть этот человек нередко находится в постоянном состоянии мониторинга как кто и что на него реагирует этот человек нередко постоянно вот несчастлив неудовлетворен несмотря на то что вроде как по верхам чего-то там нахватался статус какие-то картинки а какое-то внимание и потому что нарцисс боится остаться до ненужным остаться ни с кем и просто развалиться рассыпаться вот эту вот пустую оболочку ее нужно чем-то наполнять а сам себя нарцисс не наполнит это тотальная зависимость от других людей от ресурса а вот и вот и все какие основные слабые места нарцисса и рассказываю я это нет не для того чтобы как-то вот позлорадствовать похихикать какой-то план месте чтобы мы составили чтобы вы более адекватно в своей голове интерпретировали поведение нарциссов если вы сами у себя такое замечаете то может быть лучше разобрались в себе просто понимаете и это и не стройте иллюзии нарциссы они такие так что касается слабых мест первое это быть никем быть пустым местом обратите внимание в ссорах с вашими нарциссами или нарцисками или если к примеру это ваш родитель это там какой-то ваш начальник в от них можете услышать у них вот это вот вырывается да ты никто ты пустое место или он никто о чем это это проекции нарцисса практически каждый нарцисс или нарциска да не факт что признается не факт что проговорит это вслух понимает что внутри пустое что внутри чего-то не хватает что какая-то поломка есть и каждый нарцисс живет вот в этом страхе разоблачения взят сильно очень страшно нарциссу что поймут люди что это все маски что там пустота штан что там на самом деле ничего нет до нарцисс вечно живет страхи разоблачения так что нечего завидовать таким людям да и как многие о я хочу быть нарциссом одно дело если вы просто какие-то нарциссические черты подсматриваете а другое дело вот этот глубинное нарушение следующее следующее слабое место нарцисса это потеря но страх потери власти и влияния нарцисса нет контроля у нарцисса нет возможности влиять властвовать над людьми значит нарцисс опять же смотрим выше никто значит есть те кто лучше нарцисса значит вся та огромная работа про по строительству своего от этого внешнего тщательного образа проделана нарциссом зря вот у нас что здесь имеется в виду то есть если вы не реагируете не даете достаточное количество подтверждений нарциссу что он или она нужен он или она хороший и все такое то нарцисс будет очень очень не сладко это самое страшное потерять власть и влияние нарцисс без влияния на других людей просто никто следующая слабая сторона это публичное порицание посмотрите какое огромное количество нарциссов и нарциссов и нарциссок как-то знаете неадекватно реагирует на какой-то совершенно добрый юмор на какие-то шутки на ситуации когда им там где-то в чем-то приходится импровизировать а по факту что там да по факту эти люди просто очень боятся что сейчас их высмеет их опозорят что все поймут и признают что они какие-то не такие что им чего-то там не хватает вот это вот страх вот это публичного разоблачения у них сидит действительно очень сильно и они до конца не знают как будут на это реагируют другое слабое место нарцисса то что другие лучше то что кто-то есть более счастливые красивые успешные нужны и неважно даже если этот человек он им не является каким-то прямым конкурентом им не является соперником в отношениях просто вот если у них на глазах кого-то хвалят кого-то поздравляют они видят чьи-то результаты им больно их корежит потому что на фоне этого они ощущают собственную слабость собственную уязвимость они понимают что все что они создали достаточно зыбко очень много казаться но нету вот этого быть поэтому нету ощущение вот этой устойчивости следующее слабое место нарцисса это нехватка ресурсов как таковая а что будет если завтра рядом со мной никого не будет я что буду один надо мной будут смеяться мне что никто не скажет никаких слов там хвалебных поддерживающих или каких-то еще угроза одиночества угроза нехватки вот этого вот нарциссического корма то есть отсюда кадровый конвейер отсюда эти очумелые попытки быстрее быстрее подгрести всех попала в эти свои гаремы и следующее слабое место нарцисса это разрушение фантазий разрушение фантазийного мира то есть до какого-то момента нарцисс живет убеждает окружение ну комплементарное окружение убеждает сам себя что ему ему или ей ну вот так хорошо что ему или ей вот так вот нормально но потом происходит столкновение с реальностью кто-то отказывается идти по сценарию навязанному нарциссом кто-то нарциссу приоткрывает неприятную правду что он или она вот именно такой да вдруг какая-то негативная связь от окружающих все иллюзии нарушены да илюзии развалились не забываем что нарцисс это действительно очень такая внутри пустое образование которое много чем прикрыто а когда с них с него вот эти вот защиты вот эти оболочки снимают там действительно очень такое болезненное состояние такая вот непонятная неопределенная масса но она болит она неприятная поэтому нарцисс как может от всего этого закрывается так что помните про слабые места нарциссов не строите каких-то иллюзий до относительно этих людей не верьте в их некую такую демоническую силу всемогущество всевластия как правило будний день каждого нарцисс или нарцисски так или иначе связан с перемалыванием вот какой-то вот информации да вот пересекающиеся с вот этими слабыми сторонами да а что я уже не тот а что на меня уже не смотрят а что я останусь в одиночестве это сейчас кто-то вдруг посмеет надо мной посмеяться а вдруг они поймут что я на самом деле какой-то не такой у нарциссов всегда это фоном идет отсюда до их вот эти депрессии их провалы их какой-то неадекватный гнев так что не надо не завидуйте помните знаете правду если на каких-то этапах вам нужно от этого человека каким-то образом там защититься отстроиться знаете про эти слабые стороны но не заигрываетесь то есть не надо свою жизнь класть на то что вы будете как-то там мстить этому человеку и что-то доказывать этот человек у самим фактом того что поживет подольше и во всем этом поварится уже сам себя наказал так что лучше над собой своим счастьем работайте друзья мои дорогие если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации всем пока всем до скорых волнующих встреч